всем ребят привет сегодня у нас интереснейший выезд выезд мы осуществили вот в такой вот смотрите оазис кругом небоскребы 25 этажки вот и находимся в частном секторе представляете такой вот уазис кругом гигантские дома и позади меня маленький домик мы приехали сегодня к другу познакомились делаю вступление именно перед входом в дом поездка моя сегодня была именно из-за того что мне приготовили сюрприз подарок вот и я вам сегодня все это покажу и расскажу что же у нас за подарок а подарок вот такой классный я вот люблю такие вещи так что заходим у нас это сергей и сейчас мы зайдем и посмотрим что у нас за подарочек так ладно зайдем и уже там включусь и так ребят в общем я зашел уже в сам дом тут у меня уже приготовили все такие работы которые я вам покажу интересны ну и по традиции как говорится приезжаем гости обязательно чаепитие и нас встретили в принципе с кофем с чаем печеньками так что сейчас все в процессе поговорим пообщаемся ну и естественно озвучиваю покажу работы которые делаются вот за спиной меня смотрите уже приготовил хозяин своей работы и довольно таки прекрасно внешний вид чумилые ручки прям мне очень нравится такие работы так что сейчас в процессе чая мы с вами и пообщаемся и так ребят хочу воспользоваться случаем пока у нас чай кофе готовится беседу мы будем чуть позже смотрите какая работа офигеть это очень ценный очень такие искусственные работы все это по дереву это у нас нарды сейчас вскроем одну и посмотрим сам комплект какой так 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 здесь вот так приятная работа все лакировано и довольно таки красиво гранитно сделано здесь вот такие вот вещи он просто черновые работы показывать очень заказов много и в принципе спрос имеется довольно-таки хороший тоже иконы вот такие полицейские тоже знаки так что под заказ возможно сделать абсолютно все любимому папе герб российской федерации такие тоже надписи есть я добегу до забора за две секунды от их вот с юмором даже есть классно так ну и конечно на 8 марта вот такие вот вещи тоже можно своими любимым дорогим дарить на память и прослужит очень и очень долго знак признательности любви к нашим любимым девушкам так это у нас высоцкий можно даже и часы делать смотрите вот из чистого такого дерева на черно-черно рабочие так и картины тоже имеются между прочим популярная картина три медведя утро с одного леса вот меня хозяин даже подсказывает он даже есть такие вот прикольные между прочим недорогие работы как мне хозяин озвучил если кто понимает в искусстве это недорого иконы и вот такие прекрасные вообще в подарок в сувенир на юбилей на годовщину это вообще будет шикарный подарок потому что дерево вообще это очень ценится это не какой-то пластик это настоящее дерево и в принципе приятный будет подарок если мы своим знакомым близким на корпоративе хозяину начальнику будете заказывать такие вот вещи приятные приятные так у нас уже чай кофе подошел вот нас с печенькой встречает шоколадкой и самое интересное какой мне подарок сделал хозяин всех этих работ это вот такой логотип обалденная вещь прям слов нету и я считаю каждый себя уважаемый блогер кладоискатель должен иметь вот такой логотип который выполнен именно вот такой вот смотрите 3d вид обалденно обалденно я вам конечно еще процесс работы покажу которым не предоставили как все это вырезалось и будет интересно ну прям шикарно мне так нравится знаете такое ощущение как из пластика сделано но это все кусок дерева раньше был кусок и и и Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Если кому-то интересно, можете выключать. А если кто-то заинтересовался такими работами, ажурными, красивыми, может продолжить. И мы с хозяином всех этих работ пообщаемся. Итак, ребят, ну все, по традиции, как говорится, чаек-кофеек и пообщаемся В общем, оказывается так, что наш друг, знакомый, Сергей, я так его буду называть, как говорится, попроще будет общение Оказывается, он тоже, кладоискатель, тоже работал именно с теркой 705 Находа, к сожалению, порадовать он нас сегодня не сможет Но я думаю, вы будете приятно удивлены, что я вам в процессе сегодня все работы его покажу Довольно-таки прекрасный, шикарный Оказывается, Сергей у нас имеется такой, знаете, человек известный Его по телевизору показывали, его работы дарят даже на поле чудес Нам всем известные кладоискатели, например, Кашевой и еще несколько рядов блогеров Тоже заказывали у него логотипы В общем, все материалы я вам, конечно же, покажу Видеосюжеты тоже довольно-таки интересные, приятные И общение, я думаю, у нас сегодня будет сногсшибательное Тем, что... Клодотворное, да? Да, вот, сейчас за чайком я задам кое-какие вопросы В частности, по кладоискательству Ну и по сегодняшней теме, по резке из дерева тоже все это затронем В общем, первый вопрос по традиции Каким металлоискателем вы работали? 705-я, терка 705-я 705-я, то есть человек понимает, понимает, понимает в копе смысл То, что выбрал не какую-то фигню, а именно мини-лабовскую терочку 705-ю Достойный прибор и уважение тем, что надежный, качественный и пользуется спросом Неубиваемый, да? Да, неубиваемый, самое главное, как меня поправили Ну а по находкам что-нибудь у нас интересное такое, эдакое было? Или как и у обычных кладоискателей шмурдячок, там всякая ерунда? Ну да, и ходячка, понятно, и шмурдяк без этого никуда И металл черный, и кувалды там, даже пользовался я же на кране работал в свое время 25 лет на кранах отработал Вот пользовался И монтировки Чего трактористы оставляли советского имена? На полях особенно Особенно на краях уже, когда проходишь А как долго вы этим занимались? Или просто... Два года, в принципе, небольшой досрок этого года Вот, потом решил свой бизнес, вот этот небольшой Не люблю слово бизнес Но все равно хлеб, как говорится, приносит, самое главное В том году вот не пришлось копать, когда занимался всем этим Вот, раскрутки, раскрутки А в этом году хочу опять заняться С тобой все это Ну, совместно, совместно обязательно покопаем То есть, то, что я с подписчиками всегда выхожу на совместные копы Если кто-то и соизволил желание совместно со мной покопать Мы выезжаем И, естественно, не было такого случая, чтобы со мной комарат выехал на какую-нибудь деревушку И остался с нулем Такого еще не было Были случаи, когда, грубо говоря, прям со слезами на глазах приходили ко мне Саш, я вот копаю два года, монеты хорошие находить не могу Это, в частности, касается Стаса Фартового, которого я назвал Именно Фартовый Потому что он со мной начал поднимать шикарные находки До этого он расстроился, продал свой Фишер 75-й И обиделся Но потом, как меня увидел на ютубе Списались, встретились И в первом же выходе он начал поднимать царские монеты И уже танцевал на полях Одна копеечка 1925-го Вот вам и Фишер 4-й Мои поздравления, Сасян Мои поздравления А где твой танец? Вот так, твой! Это у нас Стас всегда так концует Когда первую монету к царскому поднял Вот так он плясал Вот так вот Ладно, продолжаю Вот он, смотрите, бородатый Счастливый, фартовый Вот, так что с Сергеем, я думаю, тоже Будем ходить Тем более планирую я, как бы, сделать слет кладоискателей Любителей поиска 63 Возможно, народ наберется и мы выйдем Вот, так что Следующий металлоискатель, который вы будете покупать Это какой? Тоже терка 705-го? Да, я человек такой не люблю Как-то тяжело я привыкаю к новому Вот Как и в любом деле у нас терпение надо И вклады искательства, и в моей работе Вот, и моя профессия кроносикана Научила терпение Это, наверное, самое главное в принципе Вот, потому что радость Ты начнешь рвать и метать, а тебе хочется все сразу Так не получается Вот видите, ребята, он Сергей у нас с теркой 705-й ходил Он ее продал, начал свой бизнес Немножко времени совсем мало стало Сейчас немножко расшвырялся И место во времени осталось И он снова хочет прикупить терку 705-ю То есть терку 705-ю он снова хочет купить Прикипел Да, то, что человек понял вкус именно этого прибора Знает его, как он работает И в принципе остался довольный И он снова к ней будет возвращаться Так что мотайте на ус Запоминайте, что терка 705-й достойный прибор Наказано цвет и вкус Товарищи, все равно мы, как говорится Вот, камрады, новичкам, начинающим Конечно же, делаем советы Чтобы, как говорится, они от нас набирались опыта То есть не пожелать им, не посоветовать фигню всякую А 705-й достойный прибор И я рекомендую всем Так, ну, что я вам хочу еще спросить Насчет ваших работ Ваши работы, я так понял Очень спросом имеется У многих известных людей На поле чудес даже выставляли работу Да, у Николай Кубович был Резан Вот буква О Вот 600 очков Пока вращается барабан Подарки в студию А кто это резал? Это сделал наш умелец С города Самары Сергей Назаров Хорошо, что это на дереве, а не на мраморе 500 очков Буква Буква И Да, у меня как раз проблема со здоровьем в то время была И он же сказал Спасибо, что не на мраморе Хорошо, что это на дереве, а не на мраморе С юмором, Якубович Так что Якубович тоже имеет работу у себя в коллекции Вот, а кто еще известные были? Ну, из известных и в Москву отправлял я много работ Причем нарды заказывали Такие довольно трудоемкие Вот с черепами у меня есть работа 12 тысяч нарды Там большие, конечно, там 60 на 30 Ну, 12 тысяч, ребята Для, например, для хозяина, для начальника своей организации В принципе, на корпоративе Подарить за 12 тысяч Шикарный подарок Это вообще, я считаю, ни о чем А работы, как вы видели И, может быть, еще впредь Увидите, что довольно-таки шикарные Приятные Ну, 12 тысяч на корпоратив Это ни о чем Начальнику подарить Ну, а в целом Из-за мира кладоискателей Кто у вас были самые-таки известные? Старое место, конечно Ну, это я не сказал, чтобы он известный Ну, с кашевой, понятно С кашевой 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 был, между прочим, ребята Сейчас он разыгрывает на стримах моей работы На стримах? Вот, у него там сзади тоже часы висят Хочу к Пермскому вот отправить Ну, и не только я кладоискателями ограничиваюсь Но и, в принципе, нашими самарскими Здесь он Сергей Савелькин Который на Кировце работает Вот, снимает видео Я ему тоже сейчас кировцы делаю На Кирилху трактор А так В принципе, любую работу Начиная от чего-то простенького Вот, и заканчивая огромными Ну, как огромными Все зависит только от размера моего стола От рабочего Это 60 на 40 А-а Ну, это не самое большое, конечно Есть и намного больше Ну, в перспективе, если дело пойдет Почему бы нет Хочется А давно этим занимаетесь? Резкой, я имею в виду, берем Год Ну, плотно Вот именно на себя работать Начал с октября Решил уже все завязать А так Все зависит, как я обычно говорю От вашей Фантазии Фантазии Да, и финансово Как сказать, положить То есть, вы можете Абсолютно все резать? Ну, я бы не сказал, что все Все, наверное, невозможно Но шкатулки могу делать Картины могу делать Тарелки могу делать Вот уже они дожди У нас предоставлен Вот Банная какая-то тематика Баня он делаем Портрет могу сделать С фотографией Вот Ну, опять я немножко Я, я говорю У меня Один я бы ничего не сделал Ну, это понятно Вот У меня программа Эти пишет Зять Евгений мой зять Вот Автор моей внучки Уже год, как я дед Вот А разукрашивает Рисует у меня дочь Вот она у меня тоже фотограф Она То есть Мой человек К моей работе Приложились Несколько рук Между прочим Вся семья То есть Сделано просто От души Прям Красиво Помарок нету Ребят Вот прям Знаете Четко Здорово Здесь все вырезано Потом Оформлено Закрашено Прямо Шикарно Работа Получилось Вы, конечно же Это будете регулярно Видеть На стримах Эту работу И я Почаще Буду озвучивать Автора Этой работы Так что Имейте ввиду Это как бы В прямом смысле Да, ребят Это в прямом смысле Реклама Да, да, да Ребята Это в прямом смысле Реклама Именно Вот таких вот Шикарных Работ Прямо просто Знаете Честь и уважение Таким людям Которые делают Именно своими руками Потому что Это не особо Так Развито Резко По дереву У меня Всего на всего Три знакомых Которые занимаются Резкой По дереву Это Я в принципе Уже показывал Он руками режет А здесь В данном случае Немножко посложнее Тем что Здесь Нужно знать Программное обеспечение То есть Режет это все Станок Да Вот в данном случае Моя работа Сколько резалась Ну где-то Дня два Причем не два дня А двое суток Двое суток Резалась Вот такой вот Курляшок Плюс Потом Разрисовка Сколько было Еще сутки Ну тут Слоями шло Сначала Один слой Подсох Дальше Дальше Потому что Тут слоя Три-четыре И уже потом Сверху Еще лакировка Два слоя Чтобы она Не рассыхалась Хоть это Качественное сырье Вроде нормальное Но Лучше пусть Надолго Хватит Я думаю Надолго Хватит Потому что Сделан Очень качественно Все Покрашено Идеально И залакирено В общем Хороший лак Яхтный лак Яхтный Для агрессивной Среды Так что К моей работе Отнеслись Достойно И я думаю Она займет Достойное место У меня На стримах Именно под головой Буду я Как святый И у меня Будет на голове Светится Да Светится Вот такой вот Аура Ну в принципе Приятно Я вам Сейчас Надеюсь Еще с Сергеем Сходим На его рабочее место Посмотрим Как работает Станок Вот Если кому-то Любопытно Ну в принципе Видео будет Достаточно Объемное И очень много Будет интересных Я еще сказать Итак Ребята В процессе Чаепития Приятного общения Разговора В общем Получается так Что Можно в принципе Вас Ребята Дарить Очень приятными Подарками В частности От меня И от Сергея И также Можно Заказать И знаете Что Хочу Может быть На будущее У вас Немножко Интрижки Тем Что Вот такие Логотипы Могу сделать Обычные Пятачки Вот такого Размера И у себя На стриме Я не знаю Просто так Среди вас Разыграть А также Можно Если вы Прям фанат Моего канала И вам Очень нравится Меня смотреть Слушать Учиться На моих Уроках Можно сделать Абсолютно Все Можно сделать И картину В виде Логотипа Моего Можно и нарды Сделать С моим Логотипом Ну Это в принципе Мне будет Очень приятно Если среди вас Найдутся Такие желающие Подарок Например Своему мужу Который Занимается Кладоискательством И смотрит Меня Вот Или же Своей супруге Которые тоже Я так заметил Уже 20% От всех Моих телезрителей На ютубе Именно Женщины Девушки Не знаю То ли они Меня смотрят Из-за того Что у меня Интересно На канале Или же Все-таки У меня Какая-то Есть Харизма Но Это так Слово Сказано Так что Имейте Ввиду Сергей У нас Может Все Только Пожелания Вопросы Так что Я думаю Среди вас Найдутся Такие люди Которые Себе Закажут В приятные Такие вот Вещи Сувенирные Так что Пишите В личку Или же Под видео Если у вас Есть желание Я конечно же Закажу И среди вас Подписчиков Все это Мы сделаем Разыграем Просто Нужно Оставить Заявочку Стоит Этим Заниматься Или нет Есть Желающие Иметь На стене Или Где-то Приличном Красивом Месте Мой логотип Так что Пишите Буду Рад Прочитать И заказать Так что Продолжаем Будет Дальше Не менее Интересное Общение Итак Ребята Сейчас Заглянем Именно На рабочее Место Где все Происходит Творится Искусство Вот И Покажу Сейчас Мелочная Работа Делается Но Все Равно В общем Внутри Здесь Есть Такие Черновые Работы Вот Например Часики Классно Вставляем Механизм Стрелочка Все Нормально Здесь Тоже Часики Ну Это Так Знаете Просто Работы Кое Где Какие Так Станки Всякие Всякие На Писущий Мальчик Прикольно Писущий Мальчик Горшок И девочка Сидит на Горшке Это Для Туалета Классно Классно Прикольно Так Вот Здесь Тоже Есть Кое Какие Вещи И Давайте К самому Станку Подойдем Который У нас Сейчас Кое Какие Работы Выполняет Да Это Поросые Фишки Для Нарт Обычные Можно Делать Как вы Видели И Щерепами В общем Все Что Угодно Это Просто Работа Это У нас ЧПУ Станок И Все Происходит У нас Вот Так Вот Ну И Комплектующая Программа Достаточно Серьезная Вещь Все 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 Аппаратура Итак Ребята Напоследок Хочу вам Сказать То Что Помимо Того Что Александр Занимается Красивыми Работами Красивой Резкой Супруга У него Делать Вот Такие Зачетные Куклы Тоже Продаются На заказ Делают Шьет Вот В принципе Вот Такие Вот Вещи Очень Приятно И Меня Обрадовали Тем Что Вот Эта Вот Картина Мне Подарена И Между Прочем Вот Такая Картина Будет У нас На Восьмое Марта Не Знаю Получится Видео Сюжет Смонтировать До Восьмого Марта Но Вот Это Будет У нас Подарочное Будем Дарить Такую Картину Нашей Какой Нибудь Избранной Девочке На Стриме Так Что Наверное Сейчас Будем Закругляться Подарок У меня Сегодня Много Побывали Сегодня В гостях Крамрада И Получили Приятные Подарки Которые Кое-какие Останутся Мне А Кое-какие У нас Будут Разыграны Между Прочем На Стриме Видео Выдет У нас Чуть Позже Так Что Я Очень Сегодня Счастлив И Благодарен Что Нам Вот Получилось Пообщаться Так Что На Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...